Ладно, эй, стоять, что ты делаешь? Стоять или я стреляю? На связи Джу Юань, подозреваемый, скрылся в каверне, мы отправляемся за ним. Принято. Знала бы, что он такой живучий, приложила бы его покрепче. Как дела? Подозреваемый сбежал в каверне, мы гонимся за ним, возвращайтесь. Вайс, пойдем за ними и посмотрим, что произойдет. Да уж. Чуть позже в видеопрокате. Бел, Джу Юань и Ци вошли в каверну. Я не сомневаюсь, что они со всем справятся, но давай тоже отправимся в каверну. Есть у меня для этого парня... Пара ласковых. Чего ты разозлился, Вайс? Из-за... Из-за него ты могла пострадать в той аварии, я ему это не спущу с рук. Да и на шестой улице он наделал дело. Он должен ответить за свои поступки. Скажи, когда будешь готова выдвигаться, Бел, помни, что в каверне надо держаться подальше от Джу Юань и Ци, все-таки они из Сабеза. Бел, если ты готова, можешь отправиться. Фея, следи за безопасностью Бел, а заодно посмотри, можем ли мы как-то помочь Джу Юань и Ци. Второй помощник. Я обладаю более полной информацией о каверне, чем та, что содержится в морковке Сабеза. Это может оказать заметную помощь. Но следует напомнить, что использование сотрудницами Сабеза словесных угроз последних в последний раз было неэффективно. Чтобы вывести цель из строя, рекомендуется стрелять ей по ногам. Фея Сабез не может применять при задержании чрезмерную силу, не говоря уже о стрельбе по ногам. Что ж, каверна – самое подходящее место, чтобы поймать такого скальческого типа. Так, отлично, у нас появляется невидимая рука помощи. Поехали в систему погружения. Так, все, ничего не доступно, конечно же. Ясно. Исследование, невидимая рука, это исследование, это не бой. Тридцать второй уровень, кстати, требуется. Я тебя понял. Банбу свой, смотрите. Тепловой след смещается на запад. Предустановленная морковка долго не продержится, если подоробимся. Поймаем. Да, продолжаем погоню, окей. Не успел я прочитать это все. Ну ладно, ну что, ребята, отправляемся. Госпожа, я получил ваш приказ помочь офицерам Джу Юаньи Циньи поймать преступника. Впереди обнаружены биосигналы. Предположение, источникам требуется помощь. Не используется преимущество своего телосложения, чтобы приблизиться и протянуть руку помощи в нужный момент. Так, сопротивление бесполезно, сдавайтесь. Бейль, послушай, они там внизу. О, какая неожиданность. Так, у нас можно и туда, и туда пойти. В этом имеет какой-то... По-моему, нет, не имеет значения. Давай-то. Но здесь надо быть внимательным. Я чувствую, можно пропустить какие-то очень важные... Вот как сейчас, например, пути. Офигенно! Вот теперь сюда пойдем. Так, ребята, один пакет собрали. Никак вы не останете. Да, не отстанем эту штучку. Ловите! Электромагнитный импульс. Ты в порядке? Цени. Стоп. Приближаются эфириалы. Их привлек импульсом. Да, Дима, бой. Бейли, сейчас самое время подобраться поближе. А давай-ка вниз спустимся сначала. Да, я так и знал, так и знал. Она стреляет. Зачем нам били тогда... В команде. Что? Осторожно, перейти эфириалы. Бейли, без... Точнее, без паники. У меня с собой полный комплект боеприпасов. Лучший ученик всегда готов к любым неприятностям. Вот что ты имела в виду, когда говорила, чего боишься, то и случается. Нормально. А, это что у нас? Это не ломается? Ну ладно, деньги есть. Ух ты! Ешка у нее мощная. Так, дайте я постреляю за нее. О-о-о-о! Что ты такое? Ну ладно, это эска, скорее всего. Я вот уверен. Это дамочка и эска. Эска точно. Смотрите, какой бешеный урон. Эпи... А, Эпи урон она бьет. Я теперь понял. Есть. Это они... Это дробовик, что ли? Я не понял. Еще и ногами, конечно, дает. Так, наконец-то мы избавились от всех эфириалов. Мне удивительно, что электромагнитные излучения так на них влияют. Со всех уголков леса. Если мы не поймаем преступника, будут новые происшествия. Да, раз у него есть излучатель, наверняка он состоит в какой-нибудь банде. Нужно поймать его и вытрясти всю правду. Попробуем найти его по следам. Я тебе и так скажу, что он побежал направо. А ты откуда знаешь следы на снегу? Отпечатки на песке. Видеть большое в малом, значит, распутать дни длинной тысячу... Длиной-то тысячу ли. Подмечать такие мелочи, навык, передающиеся из поколения в поколение. Хочешь тоже этому научиться? Подожди, я записываю. Давай только помедленнее. Как ты говорила? Следы на снегу, отпечатки на песке. Можно поконкретнее? А то сейчас звучит так, будто тебе это просто чутье подсказывало. Я и правда это почувствовал. У меня правая рука, а не мило. Прости, не подумала, что электромагнитные волны влияют на тебя. Как ты себя чувствуешь? Нормально, только когда поймаем этого мерзавца, разберемся с ним по всей строгости, ладно? А, вот теперь точно медлить нельзя. Тем временем неподалеку. Электромагнитный излучатель, да еще головная боль. Вам, Сеосом, надо действовать осторожнее. Жу, Юа, Ни Циньи, все еще гонятся за преступником. Нам тоже пора. Отлично, поехали. Ци, здесь мы сможем пройти. Как они это сделали? Бангу не может достать до дыры. Да, как мне это? Кнопка? Возможно, если мы починим этот механизм, он нам поможет. Да, давай починим. Ой. Для вас создано подключение ко внутренней части поврежденной. Госпожа, обнаружена неисправность. Попробуйте взять элементы цепи и изменить их положение, чтобы замкнуть цепь. Ну, попробуй дотронуться. Окей, давайте. Ой. О да, электроцепь восстановлена. Отлично, догнали. Как они догнали нас? Снова вы не пройдете. Дверь заперта. Можно попробовать взломать ее. Но рядом есть приключатель в дверей. Может, удастся его починить? Так. И это что значит? Цени, мне кажется, что тут только что пролетело мимо. Да, да, это точно. Что за жизнь? А вот теперь и будет есть отсюда. Так, что куда пойдет дальше? Сюда или сюда? Давайте снизу начнем. Так, а теперь сюда. Угу, починить, да? Давай. А, офигенно. Все как в прошлый раз. Надо замкнуть цепь. Электроцепь восстановлена. Кнопочка нажата. Дверь открыта. Молодец, Ири. Ха-ха, она ничего не делала. Странно, я ведь не использовал свои силы. Назад. Получилось, идем дальше. Офигенно, тут у нас денежки были. Не используй излучатель, а то эфириал избегаться. Мне плевать. Они впереди. Ну-ка, подожди, мне нужно понять, как сюда добраться. Там, что это было? Вот сюда. Есть. Так, отлично. Стоп. Внимательно смотрим. Угу. Тут деньги есть. Давайте попробуем сюда. Ну, дальше сюда. Нет, я понял. Может, починить эту штуку. Ну, а как же награды все? Да я знаю, знаю. Так, ищу дальше. Я пока это все не соберу, я дальше не пойду. Вот это уже другое дело. А, три из трех. Так мы к финалу уже близимся. Вам меня не поймать. Один эфириал мне не помеха. Откуда их столько? Спасите. Какой приятный момент. Это называется не рой другому яму. Сам в нее попадешь. Не время для рефлексии. Тени. Его надо спасти. Все, врываемся. Ну, я смотрю, здесь нет, скорее всего, каких-нибудь полезных еще вещей. Дайте полазить, посмотреть. Да, пусто. Ну, конечно, продолжить. Заказ, на самом деле, оказался довольно простым. Рюакс, поехали. Не подходите. Этот, это голос подозреваемого. От меня не идешь спокойно. Пусть еще немного развлечет. А, покричит. Ха, я тепло. Так, не вовремя злорадствовать. Погоди, дайте мне... Я понимаю, он здорово разозлил тебя. Но лучше нам поторопиться, чтобы спасти его. О, это очень хорошо. Не подходите. Ладно, спокойно. Там эфериалы, эфериалы, на помощь. Да не кричи, пожалуйста. Мы ликвидировали всех эфериалов этой области. Вам ничего не угрожает. Правда? Вы правда их... Я в безопасности. Вы же эти самые из Собеса. Ну, а что? Не ожидали, что мы полезем за вами в каверну? Ну, то есть... Я и правда не ожидал, что... Ну, а в другом плане, я ведь вам столько проблем создал, даже заманил в логово эфериалов, а вы все равно решили меня спасти. Какие глупости защищать граждан долг службы общественной безопасности, как говорится, погрязшие вас зли. Обрекают себя на гибель. Если бы не ваш электромагнитный излучатель, вы бы не оказались сейчас в таком положении. Это какая-то народная мудрость. Гражданин по закону Нью-Эриду, мы с коллегой должны задержать вас за незаконное хранение опасного оружия, а также умышленное нанесение вреда здоровью и имуществу окружающих. Назовите ваше имя. Карла Марун. Спасибо за содействие, господин Марун. Вы имеете право хранить молчание. Как только мы покинем каверну, вы сможете позвонить адвокату и воспользоваться услугами ассоциаций юристов. Циньи, мы можем возвращаться на участок. В чем дело? Ты чего... Озираешься ты. У меня все это время было чувство, будто здесь есть кто-то еще. Но сейчас это чувство пропало. Может где-то еще остались эфириалы? Это что-то менее крупное, но более проворное. Наверное, просто воображение разыгралось. Впрочем, это неудивительно меняю же. Сегодня несколько раз облучали электромагнитными волнами. Идем, Джу Юань. Доставим гражданина Маруна в участок, а потом вернемся с хорошими новостями на 6-ю улицу. Так, эсочка, ребят, эсочка, давайте. Ну эска должна быть. Мы все забрали, ничего не пропустили. Да-да, за 8 минут управили, смотрите. Это было опасно. Кто бы мог подумать, что у Циньи такое острое чутье. Но она сразу почуяла, что ты рядом. Возможно, я перестаралась? Как бы то ни было, преступник пойман. Можно выдохнуть с облегчением. Бэйля, скоро придут семьи Джун Юань и расскажут о боресте. Наверное, сперва подойдут к шоферу из дачки. Почему бы нам и не посмотреть? Ну да, туда и отправимся, да скорее всего. Отправляйте грузовику вместе с Вайзом. Спасибо вам, оббеем, за все. Да не стоит благодарности, мы лишь исполняем свой долг. Служба общественной безопасности свяжется с вами по вопросу возмещения ущерба. Джун Юань, Циньи, вы так быстро вернулись, значит, вы поймали преступника. Да, мы отвели его в участок и провели предварительный допрос. Вы узнали, какой мотив был у преступника? Честно говоря, это все довольно глупо. Но с помощью электромагнитного излучателя он пытался угнать пару автомобилей, но нехватка опыта привела ко всем этим последствиям. Но ведь хранить электромагнитный излучатель в городе запрещено законом. Как он вообще раздобыл такое устройство? Преступником оказался один из рейдеров Каверн. С его слов, банда занималась подпольным производством излучателей, чтобы взламывать противоугонные системы автомобилей. Ясно. Мы допросим его еще раз и узнаем, что замышляет рейдер в Каверне. Не беспокойтесь, они не уйдут от правосудия. Однако мы больше не можем разглашать детали расследования. Надеемся на ваше понимание. Вот вроде все. Мы возвращаемся в участок для повторного допроса. Погодите-ка, хотите узнать об этом деле что-то еще, генерал? Да не, не, вы предельно ясно все объяснили. Тут другое. Мы с соседями хотим кое-что вам сказать. Огромное спасибо, что помогли нам сегодня. Вы не только спасли репутацию с дачки, но и пересекли новые преступления, пресекли им, поймав негодяя. Я хочу извиниться за то, что был с вами резок. Мы с соседями все обдумали и все-таки решили сходить на субботний семинар. Вот это. Вот заполненные опросники. Серьезно? Семинар ведь направлен на то, чтобы воспитать в нас бдительность, так что нам не помешает сходить послушать. Мы знаем, что это Брингер поручил вам подготовку мероприятия, но нельзя же допустить, чтобы двум блестящим инспекторам сделали выговор только потому, что нам не нравится их начальник. Вы слишком добрые. Заботиться о безопасности граждан наш долг, но если вы посетите семинар, это нам действительно очень поможет. Можно и мне тоже опросники, я тоже хочу на семинар. Похоже, все закончилось хорошо. Кажется, все остались в плюсе. Вскоре после этого Джу Юань и Циньи уходят, затем расходятся и остальные. Вместе со сдачкой вы отправляетесь в магазин Энса и заканчиваете осмотр далеко за полночь. Сегодня столько всего произошло, уже поздно, пойду спать. На этом все, ребята. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока.